Однозначно матч не получился, что говорили в тренерском штабе сборной России по хоккею после поражения от Чехии. 11 ноября 2019 года, полночь. Владимир Зайвый. Сборная России по хоккею прекратила играть после первой же ошибки в матче с Чехией на Кубке Курьяла. Об этом заявил главный тренер команды Алексей Кудашов, чьи подопечные проиграли последнюю встречу на турнире со счетом 0-2.3. Он остался недоволен таким результатом, но отметил, что его основной целью на первом этапе Евротура была проверка новых игроков на международном уровне. Нереализованное большинство и загадочный второй гол. После победы над Швецией по булитому сборной России по хоккею оставался еще небольшой шанс на то, чтобы выиграть Кубок Курьяла. Для этого подопечным Алексея Кудашова надо было в основное время обыгрывать команду Чехии в воскресном матче, а затем надеяться на поражение финнов от Три Крунур в заключительной игре турнира. Не задолго до встречи с Чехами сборная России понесла большую потерю. Из-за микротравмы в состав не попал лучший бомбардир первых двух матчей Дамир Жафяров, успевший забить шайбу с шведами и оформить две передачи. Вместо него в третью звену поднялся Никита Сашняков, а ассистент капитана Александр Кадейкин стал 13-м форвардом. Еще одну большую замену тренерский штаб провел по собственному желанию, за сборную дебютировал вратарь Александр Самонов. Россияне начали матч так же, как и предыдущую игру, практически полное доминирование в чужой зоне, но с массой нереализованных моментов. Чехи практически не трогали Самонова, однако счет открыли именно они. Ошибка Ивана Мищенко привела к перехвату Михаила Ржепика, а тот отдал шайбу под бросок Яна Коваржа. Настырный Ржепик мог и удвоить счет на последней секунде при игре в большинстве, но все-таки преимущество чехов осталось минимальным. Во втором периоде россияне не спешили переломить ситуацию, хотя для этого был прекрасный шанс. Соперники заработали два удаления с разницей в пять секунд. Но почти две минуты игры пять на три не привели к голам ворота Романа Уилла. Игра упущенных возможностей. Сборная России проиграла Чехии в последнем матче Кубка Кореала. Сборная России потерпела поражение от команды Чехии в последнем матче Кубка Кореала в рамках Евротура. Подопечный Алексея Кудашова не. Однозначно матч сегодня не получился. Если до первой ошибки мы еще играли, было движение и моменты, то после этого остановились. Перестали играть агрессивно. Отдельный момент, большинство, которое у нас выпало. Итоги турнира. Есть положительные и отрицательные моменты. Мы отсматривали всех кандидатов, игроки набирались международного опыта, и поняли, на какие моменты нужно обращать внимание. Кто-то порадовал, кто-то выпадал. Игру пять на три у нас даже не было возможности наиграть. Объяснили только через схемы, без тренировок. «Здесь другой уровень, здесь намного сложнее забивать, чем на клубном уровне», цитирует Кудашова чемпионат. Наставник сборной не стал критиковать Бурдаосова за отсутствие голов, в то время как глава тренерского штаба Роман Роттенберг напомнил, что форвард отдал немало передач за турнир. Не хотелось бы переходить на фамилии. Если взять его игру в первых двух матчах, то моментов было более чем достаточно. Нужно было только попасть. Поэтому надеемся, что это вопрос времени. Если бы не было моментов, тогда была бы проблема. Моменты есть. С его броском он должен забивать, отметил Кудашов. У нас по три очка набрали Жафяров и Бурдасов. Не забил, но отдал три голевые передачи. Это тоже нужно учитывать, добавил Роттенберг. Кудашов также прокомментировал отсутствие в составе во всех трех матчах защитника Ярослава Дыбленко, так и не дождавшегося своего шанса в сборной. На самом деле, мы хорошо знаем его и решили проверить других игроков. Зачем было его звать? У нас должна была быть глубина состава, заявил специалист. Роттенберг тоже заявил о недовольстве итогами встречи, но отметил, что сейчас сборная находится в поиске достойных игроков к Олимпиаде 2022 года. Естественно, поражение разочаровывает. В прошлом году мы выиграли Кубок Кориала. Однозначно, мы недовольны этим результатом. Но есть и положительные моменты. Мы проверили всех кандидатов, увидели, кто способен играть на этом уровне. Тут совсем другие скорости. Надеемся, что игроки сделали для себя правильные выводы из этих матчей. У нас еще впереди много матчей, и по итогам уже будем смотреть, кто достойен играть за сборную страны. В 2022 году состоится Олимпиада, и нам нужно проверять как можно больше игроков. У нас есть 50 кандидатов, и на этих турнирах идет проверка, сильнейшие будут играть, сказал вице-президент ФХР.